Давайте вернемся к тому, с чего я начинал. Я заранее предупреждал еще, когда только начинался главный Майдан, что будет противостояние с советской системой, с советским живым трупом. Это моя знаменитая статья. Украина сегодня борется с живым трупом СССР. Меня не услышали. Началась война, и помимо, ну да, конечно, агрессор виноват, но минуточку, но если сама страна не имеет нормальных, так сказать, людей в правительстве, ресурсов и службы безопасности и армии, чтобы себя оборонять, значит, эту страну нужно реформировать от и до, с нуля просто, делать заново. Потому что нельзя войти на чужую территорию и просто так без единого выстрела практически оккупировать, и при этом, чтобы не были разорваны дипломатические отношения, это все ненормально. Почему плохо живут? Почему надо признать, что в целом Майдан не удался? То есть он удался тактически, да, это уголовника шапку скинули, но не получилось зажить по-западному, по-нормальному. Потому что основная эта часть населения Украины, как и не только Украины, и очень в России, огромное количество совков. Совки плюс психопаты, которые называют себя патриотами и больше кричат, но ничего не делают. Конечно, это ужасно, потому что для реформы нужны, нужно либо значительная часть населения, которое понимает, что нужно жить по-другому, и может жить по-другому, либо нужны выдающиеся люди, интеллектуалы, реформаторы, ну вот каким был Наполеон и так далее, и так далее. Причем я даже не буду говорить про Черчилля, Аденауэра, Франка и прочее, это не тот уровень. Украина находится на таком зачаточном еще в развитии своем государственности и прочего уровне, что ей нужен как минимум Наполеон, который бы просто заново все делал, просто заново создавал. А его нет. И трагедия Украины в том, что не оказалось, просто нет интеллектуалов настоящих, крупных. Я не имею в виду, вот мне бы там какой-нибудь там кандидат, физико-математических наук, биолог, какой-нибудь замечательный герой, погибший или не погибший, дивный филолог, замечательный поэт и прочее. Это другое немножко. Я говорю про крупных исторических деятелей, интеллектуалов, которые создают страны, которые создают историю, историю не народы создают. Это вот байка, которая была в Совке, это бред собачий. Не просто бред, а бред собачий. Народы ничего не создают, они жрут, пьют и помирают. Ничего. А вот когда приходит Демиург, гений, который разводит ситуацию. Наполеон, когда пришел во Францию, там были настолько разные интересы и желания у различных и социальных групп, и религиозных групп. Это нужно было кому-то дать конфету, кого-то заткнуть, кого-то выделить и прочее-прочее. То есть нужен был, во-первых, консенсус, а после консенсуса еще и глобальные реформы. А глобальных реформ в Украине до сих пор не произошло. Потому что там какое-нибудь отсутствие визы с Европой, это ничего не дает. Эти 30 евро не платить, это ничего. Это, конечно, эффектно можно долго кричать про это, но это ничего не дает, потому что все равно молодежь украинская бежит просто. Бежит из Украины, как русские бегут из России. Переслушайте мои интервью. С самого начала я говорю, перестаньте играть в то, что играют в России. В России мракобесие, значит, вы не играете в мракобесие. Ваших ребят убивают на фронте, а вы ходите с крестами. Ну, кому это нужно? Ну, если бы действительно какие-то там высшие силы были, то, наверное, подобных ужасов не было. Дальше. В России кричат про патриотизм и величие. Это я все цитирую себя, что я просил. Вот посмотреть на Россию и делать наоборот. Нет, все равно там делают в Украине, как в России. В России кричат про патриотизм и любовь к родине, и чиновники все, и в Украине кричат. Поймите, вот когда вы слышите человека, который кричит про величие некой страны, любой абсолютно, хоть марсианской, например, там, Украина штрих, Россия штрих, да, там, Лапландия штрих. Про величие страны и про патриотизм и величие, вот надо от него быстро, от этого человека отбежать. Потому что он хочет от вас либо денег и вашей смерти на войне, либо он просто дурак. Понимаете? Значит, надо бежать. Нет, естественно, в это тоже вляпались. Значит, что делать сейчас? Видите, ну, не нашлось интеллектуалов. Ситуация катастрофическая, потому что народ нищает. Значит, ну, как я говорил, надо, если учиться у Запада, то действительно учиться по-настоящему. Не так, так сказать, в целом, а очень конкретно. Пригласите западных менеджеров. Если не можете сами управлять, я считаю, что это надо вообще во многих бывших странах совка сделать. Я бы в России с удовольствием пригласил бы западных управляющих. Вот, предположим, вы ставите голос. И лучшая школа итальянская, итальянская школа пения. Значит, вы приглашаете итальянских педагогов по вокалу. Понимаете? Это важно. Вы решили делать бизнес, который никогда не делали. А вот в Америке, в Европе его делали там сто лет, знают логистику, уже все документы юридически уже составлены, шаблоны есть, понакатаны. Так пригласите, пригласите менеджеров и юристов, которые просто вам эту систему поставят, и у вас будет такой бизнес. То же самое с государством. Не надо носиться с государством, как со списанной торбой. Думаю, что это мать. Это не мать. Государство – это чиновничий пошлый аппарат. Поэтому, чтобы не было кумовства и коррупции и прочее, пригласите просто западных управляющих. Ведите внешнее управление временно. Это могут быть те же самые варяги, то есть шведы. Еще раз призовите шведов. Высокие, красивые блондины, без коррупции. Замечательно. Пусть они распределяют американские гранты и гранты МВФ. Только без коррупции. И по уму, и правильно. Они знают, куда, как это делать. Там, скажем так, лет от пяти до семи. И, конечно, я как включу что-то, мне присылают ролики в Ютьюбе этого Дума, Рада, как у вас называется. У нас там стыд и позор, да, конечно, смотреть невозможно. То же самое я и смотрю у бывшего братского народа. Какие-то, ну, клоуны просто, мордатые, психованные. Одни, значит, в одно, другие в другое. Но это же нельзя показывать в мире, потому что мир грантов не даст, а в России будут использовать и смеяться. Нельзя такие вещи делать. Значит, надо временно вообще Раду закрыть, если не могут договориться, чтобы не позориться, ввести нормальные какие-нибудь там шведские, бельгийские, американские законы на пять лет. Пусть все заработает, пусть начнется нормальное государство. Потом вы будете себе делать великую Украину уже на базе. Когда у людей будут деньги, когда не будет этой комедии, которую будут наши местные подонки использовать в Крифе, в Коте, в каждом эфире, показывая комедии. Потому что они наших-то не показывают, русскому народу позорных, а ваших показывают. Ну, зачем же такой подарок делать? Поэтому, конечно, надо учиться и приглашать правильных, так сказать, менеджеров Запада. А так, например, я вижу замечательные ресурсы человеческие, в том числе в молодежи. И в очень конкретных людях, которых я познакомился в Фейсбуке или видел просто там в Ютьюбе, один ролик или два ролика случайно за эти годы, я восхитился. Это люди самых разных профессий, возрастов, прекрасные. Но они не должны жить так плохо, как они сейчас живут. Потому что непонятно, что будет завтра. И бандитизм, и нищета, и прочее, прочее. Так нельзя, им нужно помочь. Я смотрю на замечательных студентов. Я всегда больше за них переживаю, потому что чем утонченнее, тем тем людям жить. Я смотрю, с одной стороны, они уже понимают, что проект провалился в целом. Вот этой европейского, как сказать, но не получается пока зажить по-европейски. Потому что вокруг висят балласты вот этих вот ставков и прочее. И у кого раздражение, кто хочет сбежать на Запад, у кого апатия. А кто-то там вдарился в национализм. Я смотрю, сидят вот такие фотографии, сидят человек 30, зал, комната, слушают некого лектора. И совершенно затупленные рожи. Не потому что они тупые, а потому что они как обухом ударенные, они дезориентированные. Они совершенно не понимают, что происходит в мире и как надо жить. Они не знают, как жить. Они не знают лекала. Они не знают, что было, что будет. Хотя, в общем, все известно науке. И это очень печально. Вот эта дезориентированность. И родители тоже. Я смотрю, боже мой. Дарвин мой. Приезжает такой тонкий студент, приезжает к родителям. И сидят два таких, я не знаю, как схута в близде Каньки. Еще, не дай бог, в рубашках этих комических родителей, которые смотрят в камеру, ну, как бы, значит, тупо мимо. Они абсолютно потеряны в пространстве и во времени. И, конечно, когда он зеркалит этих родителей, это только ему в минус. Как можно меньше нужно общаться, то есть он может помогать, любить, так сказать. Главное, чтобы не смотреть на них. Это я тоже в каком-то интервью говорил. Главное, не зеркалить вот эту затупленность и дезориентированность. Чтобы правильно жить, надо внимательно изучить, как жили и живут другие успешные народы, люди, эпохи. Дальше что? Продолжение следует...